Место отдыха, цифры и формулы. В Академгородке стартовала зимняя школа юных физиков и математиков. Почти 100 старшеклассников со всей России приехали в Новосибирск, чтобы погрузиться в мир науки и познакомиться с институтами Академгородка. В этом году учеников в школе стало заметно больше, организаторы впервые открыли новые классы. Тему продолжит Екатерина Стывком. У школьников еще каникулы, а здесь вовсю идут занятия. Математиков поделили на группы, но расписание общее. Сегодня в программе лекции по логарифмам и геометрии преподаватели, кандидаты, наук, а также члены корреспондента РАН. Еще в расписании экскурсии в планетарий и на механико-математический факультет НГУ. Старшеклассники изучают методы математического доказательства. Программа на порядок сложнее обычной школьной, но лекторы не пугают детей непонятными терминами. Объясняют буквально на пальцах. Какой бы ни был табун из Н лошадей, в нем все лошади одной и той же масти. Вот это утверждение и будем доказывать. Докажем его методом математической индукции. Направление для юных математиков в этом году стартовало впервые. Раньше учили только физиков. Новую программу назвали «Лобачевский» в честь Николая Ивановича, родоначальника неевклидовой геометрии. В потоке полсотни ребят из 11 регионов России. Для них это хорошая подготовка перед поступлением в новосибирскую физмат-школу, где конкурс по три человека на место. Влад Гречко штурмует СУНЦ НГУ не первый раз. Поступил в летнюю школу, но из-за того, что немножко Проздолбайский подошел к подготовке к экзаменам, завалил как раз математику и из-за этого не поступил. Ученики 9-11 классов живут в общежитии и учатся бесплатно в рамках гранта. В общей сложности в Новосибирск приехали почти 130 человек, в том числе и из стран ближнего зарубежья. Тимур Байгаринов прибыл из Казахстана, мечтает стать физиком-ядерщиком. Я хочу поступить в СУНЦ НГУ, а в дальнейшем уже в НГУ. И пришел сюда, приехал в зимнюю школу, меня пригласили, я олимпиадник. Зашел на сайт, мне понравилось все, и начал к ним готовиться. А как? Ходил к репетиторам, сам учился. Организаторы рассказывают, из 15 тысяч выпускников физмат-школы каждый четвертый стал кандидатом наук. Работают по всему миру, на коллайдерах, в университетах, разрабатывают искусственный интеллект. А начинали в этих лабораториях. Сейчас тут повсюду коробки, в ФМШ привезли новое оборудование. Каждый семестр ученики проводят опыты. Минимум 5, иначе не зачет. Например, на этой установке изучают механику биения. Отвожу и отпускаю. Видите, начинает раскачиваться. А этот будет, наоборот, затухать, вот если подольше подождать. Соответственно, изучая время, в течение которого происходит раскачка, зная вот период колебаний, можно, соответственно, сделать кое-какие вычисления. Ребят ждут не только уроки и экскурсии, еще и интеллектуальные игры. Физбой, что где когда, наука квест. А в конце курса – дискотека. Зимняя программа для юных физиков и математиков рассчитана на 5 дней. Екатерина Стывко, Константин Менин. Новости ОТС. Зимняя программа для юных физиков и математиков рассчитана на 5 дней.